Татьяна Дроздовская Тяжело в том плане, что если бы у меня не было результата, и все так бы и шло, вот серединка наполовинку, тогда, мне кажется, это было бы легче переносить. А когда на этапах Кубка мира, где гоняются те же люди, нахожусь в призерах, нахожусь в десятке, практически тот же чемпионат мира. То есть у нас открытый чемпионат Европы. Я его выиграла, ну, кажется, уверенности прибавляется больше. В этом году на двух этапах Кубка мира я была в десятке. Олимпиада в Рио стала для Татьяны пятой по счету. Она говорит, что была уверена в себе, знакома с акваторией, но основная помеха в достижении цели – материальная часть. Именно так сухо Дроздовская называет саму яхту. В классе «Лазер-Радиал» на соревнованиях материальная часть достается по жребию. Формально все суда, на которых гоняются спортсмены, соответствуют стандартам класса. Но определенные нюансы присутствуют и здесь. На уровне элитных спортсменов даже лишние миллиметры могут стать причиной неудачи. Впрочем, имеет право на жизнь и перечень иных спорных характеристик. У меня была очень жесткая мачта, на которой я просто не могла развить ту скорость, которая бы позволяла ходить в лидерах. У каждого спортсмена есть такое, что, например, под жесткой мачтой он не идет или там не стоит, но парус не тянет. Она не сгибается так, как положено, чтобы открывался, например, парус. И мы с тренером пытались гнуть ее, чтобы она хоть как-то открыла парус, иначе она задняя шкаторина тянет. Ну, нету того продвижения, которое хотелось бы, не то, что хотелось бы, чтобы хотя бы была одинаковая скорость с конкурентами. И условия достаточно тяжелые в Рио были, в Рио были ветровые, волновые течения. И вот этого вот здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, и вот просто тебе не дает коснуться ветра в нужный момент, в нужном месте. Но их никто не взвешивает, вот в чем проблема. Мачты никто не взвешивает, а по весу можно определить, какая она, жесткая или мягкая. Самой успешной в плане результата для Татьяны стала Олимпиада в Лондоне. Она заняла там 15-е место. Участие в пяти Олимпиадах само по себе достижение. Для того, чтобы отобраться и завоевать олимпийскую лицензию, необходима стабильность, мастерство и удача. В классе «Лазер» идеал не работает система рейтинговых очков. Отбор проводится по итогам результатов на чемпионатах мира. Отборы в парусном спорте проходят только на чемпионатах мира. Если у тебя какая-то поломка, либо какие-то проблемы со здоровьем, да вообще какое-то что-то случается на чемпионате, ты пролетаешь. Всего лишь дается два шанса. Это один чемпионат мира, а на следующий год другой чемпионат мира. В апреле 2013 года Татьяна Дроздовская возглавила мировой рейтинг Международной Федерации Парусного Спорта. Ей удавалось удерживать лидерство на протяжении нескольких месяцев. По словам Татьяны, для того, чтобы стать первой, лучшей, в парусном спорте необходимо сочетание нескольких факторов. Один из определяющих – субъективный – погодные условия. Вид спорта такой, специфический. Прошлый чемпионат Европы прошлого года – это были… Вся регата прошла в разных вообще ветровых условиях. Был и слабый ветер, сильный ветер, средний ветер. Нам меняли дистанции, мы гонялись в разных, не то что ветровых, в разных позициях в заливе. То есть это тоже большое значение имеет. Подобрана была хорошо материальная часть. Физическая форма была, опять же, подготовились мы к этому чемпионату Европы. Я подошла, можно сказать, наверное, в идеальной физической форме. То есть только по крупицам собранные вот эти все части, они дают результат. Водная стихия или союзница в делах, или дополнительная преграда. Но если ты, что называется, словил волну, отдача может быть невероятной. Это оценят и коллеги, и судьи. Чаще всего, конечно, это виртуозность полных курсов. То есть, когда спортсмены идут по ветру, когда ветер дует им непосредственно в парус, на этих курсах можно вообще творить чудеса. И, используя волну правильно, можно перемещаться на очень большое расстояние, уезжать от соперников. То есть восхищение этим может быть. От этого получаешь неимоверное удовольствие. Я знаю, потому что я очень люблю этот момент полной курсы. Это, скажем так, наверное, моя коронка, мой конек. Я надеюсь, что умею вести хорошо лодку. Ну и не раз получала, скажем так, комплименты от кого-то. Но ты сегодня полные курсы улетела. То есть у меня было такое. Тренируется Татьяна в основном за рубежом. В Беларуси нет выхода к морю, но есть свое Минское море. И оно значительное подспорье в тренировочном процессе. Однако это вариант не оптимальный. Море маленькое, волна ветровая, и, что немаловажно, отсутствуют хорошие спарринги. В конкуренции рождается истина, скажем так. Как и в споре рождается истина, так и в конкуренции растешь быстрее. Понимаешь некоторые моменты быстрее. По жизни находим кого-то, либо поляки, либо друзей теперь много. Я и тренировалась и с чехами, и с испанцами. И я пишу, вы знаете, у меня тут смета, календарь, мне туда не подпишут, а может быть мы сроки сдвинем. И вот это начинается. Увы, с нашей системой немножко не получается. Они захотели сегодня сюда приехать, захотели переместились в другое место. Потому что сегодня здесь ветра нет, тогда мы переедем через 200 километров. Там хорошие условия. В парусном спорте есть свои живые легенды. В этом виде нет возрастных ограничений. Это понятие относительное. Так, аргентинский яхтсмен Сантьяго Ланге стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в возрасте 54 лет. Правда, не только этот факт вызывает восхищение у коллег по цеху. На сегодняшний день олимпийским чемпионом является в классе Накро 54-летний аргентинец. Этот человек вообще легенда, потому что он в прошлом году лечился от рака. И поборол болезнь на самом деле. И все приветствовали его, конечно, просто когда он вернулся. Никто не ожидал, что он уже вернется. И все сопереживали. Но молодец, он вернулся. Буквально последнее мгновение. Мне кажется, он сразу даже с Чичили сам не верил в то, что они финишировали на том месте, которое дает им право быть первыми. Татьяна Дроздовская всегда нацелена на результат. Она выигрывала чемпионат Европы, мира, этапы Кубка мира. Однако одной из своих главных побед называет рождение сына. Коле 10 лет. Он серьезно занимается плаванием. Пока мама в разъездах, заботы по его воспитанию возложены на бабушку. Он тяжело переживает. И чем старше он становится, тем тяжелее он переживает отъезды. Мои отъезды на сборы, соревнования. Хотя мы теперь... Мир 21 век ушел далеко вперед. Мы теперь как бы находимся рядом. Мы можем всегда поговорить по вайберу. Но это не заменит настоящего присутствия. Моя цель еще это... Наверное, наравне с моей олимпийской медалью. Дай бог, чтобы она была. Или будет. Я очень хочу, чтобы у меня сын тоже был. Олимпийским чемпионом, чемпионом мира. То есть это мечта, чтобы у меня сын все-таки был спортсменом. Если у него получится поплавание, я буду вообще счастлива. Наталья Нерода, Николай Клещенко. Про спорт. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова